Добрый вечер на 12-м канале Час новостей в студии Денис Жарков в этом выпуске. На детьми нависла ледяная угроза. Не чистят группы, всё. Состояние крыши детсада номер 331 заставило родителей бить тревогу. Глыба упала из-за нехватки денег. Подрядчик, проводивший работы на крыше здания финансового университета, рассказал о причинах трагедии с 18-летним парнем. Снизили планку вдвое. Тариф на мусор для жителей частного сектора уменьшили после вмешательства губернатора. О передержках, живодёрах и бродячих животных. В России появится зоозащитная горячая линия. Бессонная ночь и потрачены нервы. Туристы, вынуждены отложить отпуск из-за неисправного самолёта, всё-таки покинули Омск, как прошёл полёт к Райским островам. И встречаем автопробег в прямом эфире. Команда «Тотального диктанта» едет через всю страну. Ждём включения Екатерины Балучевской. Ледяная угроза для детей. В Омске с крыши детского сада номер 331 в Советском округе свисает огромная наледь. Однако ребят продолжают водить в дошкольные учреждения. Правда, через один вход. Об этом в социальных сетях сообщила беспокойная мама одного из воспитанников. Это не первое подобное сообщение на неделе. 12 канал рассказывала о ситуации с уборкой кровли в детском саду номер 124. Паника родителей тогда не подтвердилась. Насколько достоверна оказалась информация на этот раз, в ситуации разбиралась Анна Кокорина. Здание детского сада практически по всему периметру. Обтянутая красная лента и снежные наросты, свисающие с крыши. И гневный рассказ одной из родительниц. Никакой безопасности для детей. Дети три недели не выходят на улицу. Сухоопасно. Заведующая делает вид, что все хорошо. Это сообщение, размещенное в интернете, облетело все социальные сети и информагентство. И напугало родителей. Ольга Тетер только отдает свою дочь в садик, но уже волнуется о безопасности ребенка. Читала ВКонтакте в одной группе, что там пожаловались, что не чистят группы. Однако в детском саду успокаивают снег на крыше под контролем. Опасную зону специально обнесли ограждающей лентой. Закрыли и два дополнительных входа. На прогулку детсадовцев выводят через центральный. Это нам пояснила представитель администрации детского сада по телефону. Правда, назвать свое имя и должность отказалась. Дети гуляют на площадках, где есть возможность. У нас же площадки детские находятся там, где вообще крыши нет. Естественно, выводят. Прокомментировали ситуацию и в департаменте образования. После трагедии в центре города, где на студента рухнула ледяная глыба, беспокойные родители звонят туда все чаще и чаще. Сигнальные ленты установлены для безопасности прохождения по территории детского сада. В настоящее время работы уже начнутся по уборке снега с кровли в 331 детском саду. Завтра и до 25 марта они будут завершены. Между тем, тревогу на этой неделе забили и в 124 детском саду. Там деньги на уборку снега с крыши директор якобы требовала с родителей. Эту информацию чиновники опровергли. В целом сейчас под их контролем 183 учреждения. Ежедневно специальная комиссия проверяет их на наличие опасных участков. На эти выходные запланировали масштабную уборку. А в понедельник в департаменте образования соберут большую пресс-конференцию, где подробно расскажут об уборке наледи с крыш зданий и построек в детских садах. Анна Кокорина, Наталья Бельская, Владислав Осинцев, 12 канал. Снег с крыши вуза убрали не полностью, потому что у заказчика, руководства учебного заведения, не хватило на это денег. Директор компании, которая очищала кровлю финансового университета, дала интервью 12 каналу. Фирму сейчас проверяют следователи. Напомню, ЧП произошло в центре Омска на улице Партизанской во вторник, 19 марта. С крыши филиала финансового университета рухнуло наледь и проломило голову идущему по тротуару 18-летнему парню. Уже несколько дней он в реанимации в состоянии комы. Как выяснилось, крышу чистили еще 14 февраля. Никаких нареканий к подрядчику, по их словам, у представителей вуза не возникло. С рабочими полностью рассчитались. Однако, как рассказал сегодня представитель фирмы, еще тогда не обратили внимание руководство университета. Весной снова потребуется дополнительная очистка уже от наледи. В самый первый раз, когда подъехали на объект, то есть старший специалист подъехал, он оговаривал этот момент, что кровлю нужно будет чистить еще раз, потому что в марте месяце в любом случае начнет таяние, и кровлю обязательно нужно будет чистить еще раз. Однако на эту рекомендацию руководство учебного заведения ответило отказом, объяснив это якобы отсутствием денег. В результате за месяц после февральской уборки на кровле образовалась наледь, которая и рухнула на проходящего мимо парня. Отмечу, что вузе комментариев журналистам не дают, ссылаясь на то, что следователи еще ведут проверку, ее результаты пока неизвестны. Между тем, пострадавший до сих пор в реанимации, его состояние несколько улучшилось, но, по словам врачей, остается тяжелым. Мы в течение трех суток продолжаем консервативную инфузионную противошоковую терапию. В результате выполнено контрольное компьютерное исследование, на котором без отрицательной динамики. В настоящее время пациента состояние расценивается как тяжелое, стабильное, без ухудшения. Региональный оператор официально снизил тариф на мусор для жителей Омска. Произошло это после того, как в ситуацию вмешался губернатор Александр Бурков. Напомню, ранее РЭК установила для благоустроенных домов плату за услугу в 133 рубля с человека в месяц, а для частного сектора в два раза больше – 313 рублей. Губернатор назвал такую сумму данью и предложил сделать для жителей города единый тариф в 133 рубля. После переговоров региональный оператор согласился. Тариф может снизиться еще, а глава региона дал поручение пересмотреть норматив накопления мусора. Сейчас он выше, чем в других регионах России. 7 литров на человека в день – это почти целое ведро. Приняли норматив еще в 2017 году. Изменить его можно, но процедура долгая. Заявка пересматривается целый год. Таков закон. Задача областного правительства – убедить федеральный центр сократить сроки до 3-4 месяцев. О бродячих псах или бесчинствах живодеров сообщат куда следует. В России появится горячая линия по защите животных. Позвонив по специальному телефону, граждане смогут сообщить о бездомных собаках или котах, о нуждающихся в ветеринарной помощи четвероногих, а также о нападении зверя на людей или случаях жестокого обращения с животным. За защитный телефон будет работать 3 месяца в тестовом режиме в Курской области, где и предложили идею, после чего горячая линия станет федеральной. Еще специалисты разъяснят и все нюансы нового федерального закона о защите животных. Он, в частности, вносит ясность и в работу так называемых передержек. Это когда люди за деньги принимают брошенных животных и содержат их до тех пор, пока им ищут хозяев. В Умске таких приютов становится все больше. Юлия Ковыршина о том, как они работают и почему им чем стоит быть бдительнее, когда отдают животных временным хозяевам. Имя для этого одноглазого пса волонтеры выбрали не случайно и с иронией назвали найденыша пират. Как он лишился зрения, история умалчивает. Замерзающее животное на Черлакском тракте обнаружили чуть больше года назад и отвезли на передержку. Уже оттуда пес почти сразу отправился в новый дом. Амичка Оксана Лопарева увидела его фото в социальных сетях и немедленно решила забрать себе. Мы его привезли, мыли, мыли, три дня отмывали, чистили. То есть он был очень неухожен, он был весь заросший, весь в катышках. То есть кошмар. Ну ничего, привели в порядок. Лежит, запит, мы еще гуляем. На улице, ну человек-то бегает более активно, а дома все, пришел, лежит. Желательно рядом со мной. Ну ладно. На домашних сосисках и отварном мясе пират за год отъелся до 15 килограммов. Это почти вдвое больше, чем он весил раньше. Столь же заботливых хозяев и новый дом ищут и для омского хатика. Так с легкой руки журналистов прозвали дворнягу, которую кто-то бросил у детского сада. Несколько дней собака не сходила с места, все ждала, что за ней вернутся. Неравнодушные мечи поймали животное и отвезли на передержку. Оттуда каждый день на WhatsApp временные хозяева присылают видео. Собаку посадили в будку, кормят дважды в день. Волонтеры одновременно распространяют о ней информацию в социальных сетях, чтобы в любой момент преданного друга могли забрать домой насовсем. Передержек, где животных приютят, накормят, вылечат и найдут хозяев, в Омске уже не один десяток. Однако спрос на такие мини-приюты куда больше, говорят зоозащитники. Передержки — это вообще редкость, конечно. Это такой дефицит, поэтому очень часто, конечно, стремясь спасти животное. Мы доверяем не то чтобы случайному человеку, то есть всегда рады новичку. Чаще всего у нас добровольцы принимают у себя на временное содержание одно-два животных. Ничего особенного при этом не требуется. Такие вот такого рода энтузиасты-новички чаще всего взаимодействуют с уже опытным куратором и берут от него здоровое, прибитое, стерилизованное животное, которое просто прибывает какое-то время до хороших ручек. Цена вопроса в среднем от 350 до 500 рублей в неделю. Столько стоит содержание одной собаки. Временное жилье с обедами и ветпомощью для бродячих псов оплачивают волонтеры или просто неравнодушные люди. Однако прежде чем отдавать животных на передержку, убедитесь, что здесь для четвероногого есть условия. Лотки, корм, медикаменты. Кто-то откровенно делает бизнес на собаках, а кто-то, как в этом случае, просто не рассчитал силы и в итоге приют превратился в концлагерь для животных. По словам волонтеров, бездомных собак здесь собирала пенсионерка. Однако ответить за всех, кого приютила, не смогла. Десяток собак прописались фактически на свалке. Еду получать в лучшем случае через день. Одна собака даже оказалась в заперти. В деревянном сарае дверь заклинила, а вылезти через небольшую брешь животное не может. То есть она в этой заперти находилась, как я спросила у бабушки, уже около восьми месяцев, около года. То есть получается там вода залилась в дом, вода эта замерзла, то есть дверь открывается вовнутрь, и она уже не может, ну как бы, надо внутрь зайти, чтобы это все выдолбить. Сейчас активисты ищут людей, готовых помочь. С лечением этих собак и, возможно, приютить кого-то у себя. И, возможно, животных удастся спасти. Ну а в корне положить конец этой проблеме должен федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он требует даже от временных хозяев должного обращения с питомцами, признает, что животные тоже испытывают боль, а значит, те, кто ее причиняет, будут нести ответственность. Закон приняли. Однако статьи, касающиеся именно бездомных животных, вступят в силу только в следующем году. Юлия Ковыршина, Елена Смирнова и Илья Иковленко. 12 канал. Пассажиры задержанного на сутки рейса в Таиланд. Наконец, добрались до пункта назначения и уже греются на солнце. Напомню, 330 туристов должны были вылететь на Пхокет на чартерном самолете. В среду вечером однако рейс отложили из-за проблем в системе запуска двигателя судна. Пассажиры рассказывали, что им пришлось провести около двух часов в самолете после еще столько же времени в аэропорту. При этом, что происходит, никто не объяснял. Измученные туристы в итоге почти сутки провели на ногах. Покинуть Омскому удалось только накануне вечером. Сегодня нам удалось получить небольшое видео от одной из туристок. Мария Рудкаускас рассказала, что полет прошел хорошо. Летели запланированные восемь часов. Посадка была мягкой. Несколько раз нам были принесены извинения за задержку рейса. В целом все прошло отлично. Мы счастливы. Мы получили желаемое. Наконец-таки мы отдыхаем, загораем. Впрочем, только извинениями компания авиаперевозчику отделаться не удастся. Туристы уверяли, что иногородним пришлось за свои деньги не только снимать номера в гостиницах, но и добираться до них на такси. Если чеки сохранились, а в билете есть отметка о задержке рейса, потраченные суммы можно вернуть. Могут пассажиры заявить и моральный ущерб. В этом случае решение за судьей. А вот штрафовать самого авиаперевозчика не будут. По закону неисправность самолета виной компании не считается. И вот, что вы увидите далее в программе. Карманные деньги узаконили, а смартфоны запретили. В Омском военкомате рассказали о новшествах весеннего призыва. Фотозоны, велодорожки и скульптуры. Влюбленная пара, изготовленная, скорее всего, из металла, будет располагаться на аллее. Как по программе формирования комфортной городской среды преобразится сквер молодоженов. Не концерт, а просто космос. Британский диджей совместил электронику с народными напевами и отправила мечей в путешествие по вселенной. И встречаем автопробег в прямом эфире. Команда «Тотального диктанта» едет через всю страну. Ждем включения Екатерины Балучевской. В Омске сдадут два проблемных дома. Новоселье справят обладатели квартиры в многоэтажках на улице Мишина и Малиновского. До конца этого года люди, наконец, заселятся. Этого момента они ждали больше 10 лет. Так, дом номер 11 на Малиновского готов на 90%. Сейчас многоэтажки монтируют электропроводку, организуют водоснабжение. Для постройки подрядчику передали земельный участок стоимостью 35 миллионов рублей. Еще 21 миллион средства дольщиков. Всего в Омске сейчас 28 проблемных домов. При этом 9 из них необходимо сдать без привлечения федеральных денег. За счет средств инвесторов, областных субсидий и мер поддержки. А также благодаря продаже свободных квартир и офисных помещений. Общая сумма, которая требуется на достройку более миллиарда рублей, отмечу решение проблемы обманутых дольщиков у главы Омского региона на особом контроле. В области снизили стоимость аренды земли под долгостроями. Проблемные дома подключают к сетям ресурсоснабжающих организаций безвозмездно. В России планируют увеличить размер штрафа за уклонение от службы в армии. Сейчас эта сумма составляет от 100 до 500 рублей. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, посвященной организации весеннего призыва. Сегодня большая часть уклонистов – это люди, избегающие получения повестки. Они не живут по месту регистрации. Весенний призыв стартует 1 апреля и продолжится до 15 июля. В Омской области планируют призвать 900 человек. 15 из них будут служить в рядах президентского полка. Учащихся разных возрастов уравняют в праве на получение отсрочки от военной службы. До сих пор молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находились в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста уже после окончания школы. Изменения в закон внесли депутаты Госдумы в начале марта этого года. Также солдатам срочной службы узаконили карманные деньги, но запретили пользоваться смартфонами и социальными сетями. Разрешено пользоваться только телефонными, кнопочными, как это было ранее, без видеокамер. Никто не запрещает пользоваться сотовой связью. В 2018 году осенью мы выдавали сим-карты военнослужащим. И я думаю, что в этом году тенденция сохранится. Мы будем выдавать сим-карты для общения с домом. В Омске открыли инновационную школьную лабораторию. Уже вторая по счету мультидисциплинарная лаборатория появилась в гимназии номер 26. Оснащена она самым современным оборудованием, измерительными приборами нового поколения и компьютерными программами, которые в сжатые сроки позволяют точно обрабатывать результаты исследований по физике, химии и естествознанию. Площадка создавалась в рамках программы школа СУС-ВУС ОНПЗ, для чего крупнейшее предприятие региона внедряет передовые технологии в образовательные учреждения города, расскажет Никита Смирнов. В новой мультидисциплинарной лаборатории Арина Титова словно в родной стихии. С детства школьница увлекается химическими опытами, а кукол ей давно заменили реактивы, колбы и реторты. Научную площадку ОНПЗ на базе 26-й гимназии десятиклассница называет прорывом. Цель будущей абитуриентки – химфак классического университета. И практические знания, как нельзя кстати, пригодятся при поступлении в ВУЗ. На самом деле, эта лаборатория дает нам очень много новых возможностей. Мы можем ее испытать и не только учиться в наших обычных классах теории, а также практиковаться. Это очень важно для нас, потому что мы профильный класс. И далее наше поступление зависит от вот этих практических занятий. Новая лаборатория оснащена самым современным оборудованием, передовыми измерительными приборами и новейшими программами, с помощью которых школьники смогут проводить компьютерную обработку результатов по различным видам научных исследований в таких дисциплинах, как химия, физика и естествознания. Проект мультидисциплинарной лаборатории создан в рамках профиориентационной программы «Школа СУЗ-ВУЗ ОНПЗ». Ее основная цель – повышение качества подготовки выпускников для формирования кадрового резерва компании. Чем хорош наш нефтезавод? Они думают не просто на годы вперед, а на десятилетия вперед. Мы их за это, конечно, всякий раз благодарим. Нам нужны новые молодые кадры. Они делают реальные шаги. Очень бы хотелось, чтобы по этому примеру пошли и другие наши работодатели. Вот такие лаборатории, конечно, они повышают уровень образовательного процесса. Конечно, они дают возможность подняться чуть выше школьной программы. Конечно, они дают возможность ребятам себя проявить на различного рода конкурсах, олимпиадах. Для нас важно, чтобы мы смогли путем предоставления такой возможности, как эта лаборатория, ребятам определиться дальше в жизни. Мультидисциплинарная лаборатория на базе 26-й гимназии – вторая по счету. Первый – Омский нефтеперерабатывающий завод открыл в 117-м многопрофильном образовательном центре для одаренных детей два года назад. Благодаря появившимся возможностям ученики этой школы одержали множество побед в Олимпиадах разного уровня, заняли призовые места в межрегиональных химических состязаниях, призы Ломоносовского турнира и второе место на Всероссийском интеллектуальном турнире «Газпромнефти», умножая таланты в 2019-м году. Никита Смирнов, Владислав Осинцев, 12-й канал. Необычные фотозоны, скульптуры, современные велодорожки, много зелени, сквер молодожёнов в нефтяниках заметно преобразится. Уже в этом году начнётся реконструкция по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Елена Смирнова сегодня отправилась туда, узнала у специалистов, что конкретно будет сделано, а также спросила у жителей, каким они хотят видеть обновлённый сквер. Своего рода символом сквера станет скульптура молодожёнов. Влюблённая пара, изготовленная, скорее всего, из металла, будет располагаться на аллее. Здесь устроят тропинку, причём так, чтобы не пострадали деревья и кустарники. Такие тропинка будет соединять площадь праздников, это пространство внутри сквера, и автопарковку её организуют для того, чтобы молодожёны, приезжая из Советского ЗАГСа на прогулку, могли оставить свои свадебные кортежи. Позже появятся и тематические фотозоны, например, арка в виде обручальных колец. Фронт будущих работ специалисты окружной администрации сегодня осматривают вместе с журналистами. Заодно рассказывают о планах. Появится в сквере десяток новых скамейк и даже два уличных дивана. Урны для мусора устроят и разнообразные фотозоны для новобрачных. Над эскизами пока трудятся дизайнеры. Площадь праздников вымасят брусчаткой, пешеходные дорожки заасфальтируют. Особое внимание освещению. Здесь появится 48 новых фонарей. Ведь сквер популярен не только среди молодожёнов. Ежедневно с утра до вечера здесь гуляют сотни человек. И маму с колясками, и школьники, и пенсионеры. К слову, благоустраивать именно этот сквер – решение жителей округа. Одновременно, чтобы много деревьев. И одновременно, чтобы, насколько это возможно, непонятно, сруба меньше было. Красоты какой-нибудь. Чтобы приятно было сидеть. Детских площадок, чтобы что на них было. Качельки, красельки. Аттракционы, может быть, какие-нибудь. Как, например, в Советском партии. Ну, большие какие-нибудь. Чтобы было интересно деткам и весело играть. Спортивные площадки, чтобы молодежь занималась. Чтобы поменьше было, не знаю, чтобы полиция следила, чтобы не было алкоголиков здесь. Отдельная локация будет для прогулок с собаками. Обновят и спортплощадку за счёт инвестора. Появится в сквере и велодорожка. Работу пройдут в два этапа. Начнутся этим, летом продолжатся уже в следующем году. Только в 2019-м на преображение сквера планируют потратить 9 миллионов рублей. Елена Смирнова, Сергей Никифоров, 12 канал. Эксклюзивные наряды 19 века и уникальные образцы народных костюмов из частных коллекций под звуки электронной музыки и фольклорных напевов. Перформанс «Русский космос» в концертном зале открыл форум Академия русской культуры. В Омск съехались эксперты из Санкт-Петербурга, Москвы и Великого Новгорода. Специалисты обсудят, как совместить народный костюм с современными тенденциями, уличный театр с академическим, а фольклор с электронной музыкой. Последний микс на сегодняшнем концерте представил композитор из Лондона Дэнни Кей. Большую часть своей жизни он провел в Великобритании. Тем не менее, хорошо говорит по-русски и очень увлечен нашей культурой. Специально для сегодняшнего шоу он постарался соединить популярные мотивы современной электронной музыки с фольклорными напевами. Мы хотим удивить слушателя, потому что на дворе 21 век, и уже, мне кажется, музыкальные технологии дошли до такого уровня, когда можно делать удивительные вещи с музыкой, с электронной. И то, что мы делаем с фольклором, мне кажется, это очень новое и необычное. Она не танцевальная, это не клубная музыка, это не связано с диджейской музыкой или какой-то, потому что электронная музыка — это целая вселенная. Музыка очень глубокая и эмоционально интересная. Академия русской культуры будет работать до 24 марта. Амичи смогут посетить мастер-классы, лаборатории, спектакли и концерты. Прямую трансляцию самых интересных программ организаторы устроят в интернете. В официальной группе Академии. Умский «Авангард» вышел в финал Восточной конференции. Со счетом 3-5 ястреба обыграли астанинский «Борыс» и одержали четвертую победу в этой серии. Она, к слову, выдалась не из легких. Каждая из пяти встреч была жестче предыдущей. Нальду было много силовой борьбы, которая нередко переходила в откровенные драки. В одном из матчей помощь медиков потребовалась и главному снайперу Сергею Шумакову. Сальдаева унесли на носилках. Однако в сегодняшней встрече болельщики вновь увидели форварда в деле. Это придало уверенности и команде. Закладив пять шайб в ворот астанинцев, ястребы одержали четвертую победу. И впервые с 2012 года вышли в финал конференции «Восток». 10 тысяч километров грамотности в эти минуты в Омске ждут участников автопробега «Тотального диктанта». Организаторы, писатели, филологи отправились в большое путешествие 11 марта, чтобы передать статус столице акции от Владивостока Таллину. Стоянку для участников организовали у музея Миниврубеля. И там сейчас находится наш корреспондент Екатерина Балучевская. Она на прямой связи с нашей студией. Катя, добрый вечер. Как и кто встречает гостей вообще об этом путешествии? Что еще известно? Здравствуй, Денис. Все мы в ожидании. Вот буквально через несколько минут караван, как его называют организаторы «Тотального диктанта», будет здесь. И, конечно, все мы, и наша съемочная группа, и студенты, будущие журналисты, и омские кураторы акции, все в ожидании. Потому что событие, как говорят организаторы, будет действительно грандиозное. Автоколонну, возможно, мы даже успеем встретить в прямом эфире. Она будет состоять из трех брендированных машин. Ну а пока здесь припаркован вот такой вот чисто белый автомобиль. На самом деле, эта машина необычная. Она послужит школьной доской. Дело в том, что именно на ней всем участникам акции будут объяснять правила великого и могучего. Кстати, самые распространенные ошибки, как говорят организаторы, это удвоенное «н» в суффиксе, непроизносимое согласное в корне. Ну и, конечно, страдает в основном и пунктуация. Это, например, двоеточие при обобщении или же тире в сложном предложении, когда части его противопоставлены друг другу. Но и остальные машины, они также необычные. Это настоящие учебные классы на колесах. В них всем участникам и всем желающим будут рассказывать и правила великого и могучего, и объяснять ошибки. Но самое главное, организаторы приоткроют завесу тайны и подскажут, как правильно написать самые сложные слова, которые могут встретиться в тексте диктанта этого года. Собственно, именно так акция и прошла в других городах. Автоколонну уже много где побывало. Караван объехал и Иркутск, Хабаровск, Уссурийск, Читу, Кемерово. Впереди еще 14 городов. И, как говорят организаторы, это путешествие может стать действительно самым масштабным и продолжительным, потому как в пути проведут все участники больше месяца, проедут больше 10 тысяч километров. Например, для сравнения, в прошлом году автоколонна объехала всего полстраны. А в этом практически весь Евразийский континент. И еще одна интересная деталь. По окончании путешествия будет написана книга. Уже есть договоренность с московским издательством о плюсах и необычных каких-то географических объектах. И, конечно же, о русском языке, то есть о диалектах каждой области. Все населенные пункты, которые посетит автоколонна, они все войдут в эту книгу. Но завершится путешествие масштабное в Таллине. Эстонская столица в этом году станет еще и столицей тотального диктанта. На самом деле наш город тоже мог претендовать на это звание. И сейчас мы узнаем, почему у куратора нашего проекта Татьяны Павловны Рогожниковой. Татьяна Павловна, расскажите, как много участников пишут тотальный диктант в Омске? И почему все-таки мы можем стать столицей когда-нибудь в будущем этой акции? Ну, Омск чрезвычайно активный город. На тотальный диктант приходит более 4 тысяч человек уже несколько лет. И поэтому мы гордимся тем, что занимаем четвертое место в мире после Москвы, Петербурга и Новосибирска. И у нас, конечно, огромное количество площадок. Конечно, нам, организаторам, сложно со всеми управиться, но мы делаем это сообща. Ну, я знаю, что читают диктанты тоже знаменитые омичи. И да, принимают участие и политики, и музыканты, и актеры драматического театра, и ученые, лингвисты, и не только, но и, конечно же, журналисты. И, в частности, очень активные журналисты 12-го канала. Я думаю, они в этом году наши поддержат. Спасибо большое, Татьяна Павловна. Да, вот так, возможно, в скором времени мы станем столицей тотального диктанта. Но я напомню, что проверить свои знания Великого и Могучего можно будет уже 13-го апреля, а регистрация откроется 3-го. Денис? Спасибо, Катя и Екатерина Балучевская. Прямо сейчас в музее Миниврубеля вместе со всеми встречает участников тотального автопробега. Впереди еще прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. Замерзли? Соскучились? Яркая, модная, а главное, новая коллекция женских пальто согреет и растопит ваши сердца. Размеры с 42-го по 60-й. Швейная фирма «Лидер». Тайте от восторга. 68-00-88. Комбинат специальных услуг «Габра». Орджоникидзе 49. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Замерзли? Соскучились? Яркая, модная, а главное, новая коллекция женских пальто согреет и растопит ваши сердца. Размеры с 42-го по 60-й. Швейная фирма «Лидер». Тайте от восторга. 68-00-88. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Усадьба-сервис». Выставка продажа теплиц в Омске. Площадь у Кит-интерьера и континента. Телефон 50-50-23. Завтра, 23 марта, в регионе облачно, местами снег и дождь. Температура воздуха в районах ночью до минус 5, днем плюс 1, плюс 2. В Омске ночью до минус 9, днем минус 1, минус 3. Ветер восточный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Теплицы из поликарбоната. Выставка продажи теплицу в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Большой ассортимент, привлекательные цены. Доставка и хранение бесплатно. В марте при покупке теплицы парник в подарок. Площадь у Кит-интерьера и континента. Подробности по телефону 50-50-23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова